Мозговой штурм и напряжение царили в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Студенты здесь следуют правило, чтобы стать сильнее, нужно соревноваться с более сильным противником. Так, в игре «Что, где, когда» они сразились с самим Анатолием Вассерманом. Известный победитель интеллектуальных игр прибыл в Казань, чтобы пообщаться с молодежью Татарстана. Турниры можно проводить только там, где много энтузиастов, активно и с удовольствием не только участвующих в турнирах, но и занимающихся их организацией. Так что, очевидно, положение дел с интеллектуальными играми в Татарстане вполне благополучно. Анатолий Вассерман получил всеобщую популярность в интеллектуальных играх «Что, где, когда», «Брейнринг» и «Своя игра». Помимо этого, он принимает активное участие в различных ток-шоу, пишет книги и занимается политической журналистикой. Несмотря на свою популярность и занятость, Вассерман всегда находит время пообщаться с молодыми талантами. Нам повезло, потому что Анатолий Александрович сам выразил желание пообщаться со студентами. Именно через игровой формат, через общение в игре «Что, где, когда». Нам пришло письмо буквально неделю назад, и за этот короткий срок мы смогли организовать только масштабное мероприятие. Более 150 студентов, приглашенные гости из Государственной Думы Российской Федерации. Встреча с интеллектуалом была интересна не только студентам республики, но и государственным деятелям. Любители игры «Что, где, когда» нашлись и среди депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Сейчас второй тур идет. Интересно. И он мне прокомментировал вопросы. То есть ему нравятся, какие вопросы наши ребята-организаторы подготовили, и вот как они их ставят. То есть очень грамотно, очень интересно. Необычно. Я поэтому только два угадал. После игры Анатолий Вассерман раздавал автограф и фотографировался со студентами. Затем охотно согласился посетить студию студенческого канала «Универсмотри» и даже сняться в программе «Экономикс». Наша съемочная группа пообщалась с интеллектуалом, и оказалось, что не на все вопросы сам Вассерман может дать ответы. «Что для вас является красивым?» «Вы знаете, я даже не могу на этот вопрос ответить». Хотя мы успели удивиться такому ответу, не прошло и доли секунд, как признанный гений рассказал нам о работах Чернышевского и Ефремова на тему эстетики и биологической красоты. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Руслан Урозаев, Универ Ньюс.